здравствуйте дорогие мои друзья что же понедельник день тяжелый и понедельник для многих людей в татарстане начался ну с больших проблем на то есть для государственных органов это вообще какой-то кайф теперь можно вообще знаете проверки ордена медали себе видеть вешать значит с 22 числа начал началась на не знаю эксперимент над людьми или издевательство над людьми введение куриных кодов в транспорте да то есть уже вы не можете никуда доехать в транспорте значит утром 22 ноября началась проверка куриных кодов 730 730 знаете вот прямо как хочется как левитан сказал в 4 часа утра германия без объявления войны напала на советский союз а тут 730 кондукторы контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие то есть видите мощные такие прямо как псы они нам в ошейниках их наверно выстраивали рядами знаете не тренировали кто вы мы псы режима кого вы будете рвать людей без qr-кодов ни одна мышь не проскочит рвать на куски да друзья мои в проверяющие высадили из подвижного состава в казани более 500 человек представляете масштаб какой то есть вот прямо готовились кондукторы мощные такие женщины мужчины натасканы злых наверное еще и как бы как найти и ряд зверей прямо там их прямо дергают давайте давайте чтобы фас и фас бросили на мирную казань дано на мирный хороший красивый город на который я кстати да люблю я казань вот это вот большая у них такая новая новая мечеть кремль казанский великолепные отличные места значит 500 человек то есть 500 человек в первый день задержаны выброшены из этих из из транспорта вон вы не имеете права вы мы белая кость мы псы а вы мясо метро электротранс призвал пассажиров с пониманием отнестись к новым ограничениям то есть вас берут за шкерман и вышвыривают с пониманием отнеситесь да за такое понимание знаете морду надо бить так фигурально я бы скажу не не физически ни в коем случае не призываю никакому насилию но энергетически на это намять бока значит при проезде в любом общественном транспорте лицам старше 18 лет необходимо будет предъявить куриный код а этой желобализации медотводе или перенесенном так этом понятно то есть сейчас вот несмотря на то что госдума значит пока отложила поскольку пошла волна значит ну вот как мы понимаем в казани эксперимент как вообще это пройдет то есть это не думайте что это власти казани да вот такие рьяные скорее всего это эксперимент что они собираются сделать как они вот собираются это это прокрутить как отнесутся жители казани что их люди едут на работу да кто-то чешет на работу а у нас всегда суббота до хочет сказать ну вот эту субботу устроили значит людям представляете это мужчины женщины пожилые люди которые собрались куда-то да скажет вас предупреждали вы должны с этими кодами но в транспорте друзья мои в транспорте ну наверно пешочком придется казань большой город выходить пораньше ну и наверно таксисты наверно ценно взвинтили хотя в такси тоже наверно теперь надо предъявлять то есть если у вас нету машины то никак не доберешься сейчас уже холодно там на велике на электросамокате наверно тоже не не докатишь но в принципе наверное скоро и на улицах начнут хватать будут передвижные посты наконец-то дпс начнет тоже останавливать водителей спрашивать нет не правая и там документы на машину куриный код есть у вас куриный код нет все стоп игра печально друзья мои что нарушаются и конституционные и вообще любые человеческие права да потому что даже те люди которые вот вы еще пойдите получите там так говорится просто до получить вот этот куриный код я бы не сказал это даже для людей которые как бы и переболели еще что-то это целый бюрократический процесс что вам надо идти что-то сдавать на что-то платить то есть это все равно издевательство и унижение системы то есть вы еще за своим этим клеймом раба походите и покланитесь что до впустите нас в это в это замечательное стадо впустите мы тоже хотим ездить на транспорте мы тоже хотим ходить в магазин потому что нам кушать хочется но не знаю там продуктовые в казани тоже перекрыли то есть полностью такой город для экспериментов печально друзья мои печально и я всей душой сочувствую жителям татарстана вот за это ну как бы совершенно бесчеловечно и главное незаконно госдума не приняла еще закон а вот что это это значит местные власти подставляют возможно специально знаете помните что недавно был но как бы скандал что парламент татарстана отказался ну там как какие-то моменты с названием президент татарстана должен стать просто головой на депутаты отказались а вот теперь таким образом федеральная власть она скажет а мы не знаем все это местные местные набедокурили то есть возмущение жителей казани на свои власти да потому что федеральные скажут мы вообще бы против были уж транспорт продуктовые магазины но это вообще не может быть нет вот они виноваты потому что у них вот так вот они не слушают нас они сами с усами скорее всего мне кажется друзья мои это провокация хитрые хитрые они эти пацаны там наверху все друзья мои пока